Покрашенные скамейки, новые урны, ухоженные клумбы. Сейчас в сквере на Столетовском проспекте уже ничего не напоминает о том хаосе, который был здесь еще зимой. Представители правительства города осмотрели объект и вынесли свой вердикт. Все работы по восстановлению завершены. Более того, расширена зона, расширена зеленая, зеленая зона примерно на тысячу квадратов. Вместо четырех поврежденных деревьев высажено 27. Ну и вообще проведены работы по приведению сквера в порядок, покрашенные скамейки и так далее. То есть в данном случае подрядчик показал такую хорошую гражданскую позицию, привел сквер в порядок. И, наверное, это один из примеров того, как надо поступать. А хорошую гражданскую позицию проявлять пришлось. В конце февраля объект посетил губернатор Севастополя. Местные жители рассказали главе города. Подрядчик проводил здесь гидроизоляцию гаражей. Пока чинили конструкции, повредили деревья, газоны, скамейки и опоры освещения. Тогда жильцы вновь пожаловались. Уже в департамент городского хозяйства инспекция выявила административно-технические нарушения. А губернатор приехал, чтобы поставить подрядчика перед выбором. Либо компания устраняет нарушения и благоустраивает сквер, либо материалы проверки передадут в правоохранительные органы. Если ущерб у нас выходит более 10 тысяч рублей, это одна мера ответственности идет в части административного взыскания. Если этот ущерб превышает уже более 500 тысяч и выше, соответственно, уже будет инициировано в суд требование на возмещение. И уже если суд признает данное действие, действительно утверждает эту сумму, то это уже передаем в правоохранительную систему, в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. По словам Евгения Горлова, таких случаев в городе за последнее время было около 20. И, как показывает практика, обычно все проблемы удается решить мирным путем. Слава Богу, организации на сегодняшний момент выходят на восстановительные мероприятия. То есть то, что повредили, восстанавливают. Сегодня любой человек, любая организация, которая действует на территории города, должна получать орден на проведение земляных работ со согласованием специализированных служб. После этого уже свободно может проводить данные работы. Представители компании-подрядчика на этом объекте решили пойти по пути наименьшего сопротивления. И штраф за нанесенный ущерб платить им не пришлось, а у местных жителей теперь появился новый сквер на месте старого. Решили, как местная компания, севастопольская компания, выполнить работы по благоустройству данной территории, не только в том объеме, который был запланирован, но и больше того. Мы поддерживаем инициативу губернатора по социальной ответственности бизнеса и хотим, чтобы наши жители, ну и мы в частности, как севастопольцы, наслаждались данным сквером на Стретовском проспекте. Те предприниматели, те организации, которые вкладывают средства в благоустройство города, будут всячески поощряться и наоборот. Те, кто не хочет этим заниматься, либо действует вне закона, как получилось в начальной стадии, понятно, что мы с такими организациями не будем вести работу. Владимир Базаров подчеркнул, городские власти уже трудятся над тем, чтобы расширить территорию этого сквера. Сейчас проводят проектно-изыскательские работы, чтобы продолжить благоустройство уже в следующем году. Масштабные планы и на этот год. Всевастополь капитально отремонтируют и реконструируют 13 общественных пространств. Света Славданилов, Анатолий Кукса, Новости Икс ТВ.